Отдельный двухэтажный пристрой роддома на Сурово готов к приему положительных и подозрительных пациенток. Здание городской больницы номер один, как оказалось, подходит для лечения беременных женщин, а также роженец с подозрением на COVID-19 больше всего. Родильный дом городской клинической больницы номер один тем и отличается от других родильных домов, что у них уже существовало много лет обсервационное отделение номер два. Это пристрой, двухэтажное здание, где располагаются боксы. В стационаре подготовили 15 изолированных палат-полубоксов с отдельными санузлами, организовали три родильных зала, а также манипуляционные и процедурные кабинеты. Отделение оснастили тремя аппаратами ИВЛ и четырьмя наркозно-дыхательными аппаратами с функцией искусственной вентиляции легких. Тут нужно подкрасить подмазок, потому что таких глобальных делать не будем сейчас на данный момент, потому что нам нужно, чтобы эта работа по существу находилась в работе. И плюс пандус, который нам нужно будет сделать при входе, когда вы сходите, там тоже, чтобы скоро подъезжал, катал к этому моменту, сразу же шла похода. При необходимости парк оборудования увеличат. На прошлой неделе удалось укомплектовать 100 костюмов, получили персонал, респираторы, очки. Кроме этого, еще тысячу костюмов получили в качестве благотворительной помощи, включая маски. Принимать в новом формате в роддоме начали с 11 апреля. Сейчас в стационаре прибывают женщины из Корсунского района, чьи анализы находятся в обработке. Лечение рожениц от коронавируса ни в чем не отличается от терапии, применяемой сегодня в стране ко всем. Собственных наблюдений, как вы знаете, у нас нет. Случай женщины из Санкт-Петербурга, которая находится на ИВЛ, 29 недель беременности. Эта информация тоже подчеркнула из средств массовой информации. И знаю, что положительная динамика с парадой ИВЛ у нас не та. То есть без родоразрешения. Максимально все-таки установки продлить беременность. То есть не стоит вопрос, что их нужно разрешать. Всего роддом рассчитан на 154 койки. С 6 апреля всех пациенток перенаправили. Теперь они под наблюдением врачей Ульяновского областного родильного дома и перинатального центра «Мама». Рината Леулова, Юрий Конихин. Новости Уллправды ТВ. Рината Леулова, Юрий Конихин. Новости Уллправды ТВ.